Друзья, добрый день. Сегодня в нашем видеообзоре кроссовер Gile Atlas Pro. На видеоавтомобиль в комплектации Comfort с бензиновым мотором объемом 1,5 литра турбо с передним приводом и с автоматической коробкой передач. Цвет автомобиля белый, не металлик. На автомобиле установлен пластиковый обвес черного цвета по периметру кузова. Колесные арки декорированы черными пластиковыми накладками. Диски литые 17-дюймовые с шинами размерностью 225х65. Задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. На крышке багажника установлен спойлер. Рейлинги окрашены в серебристый цвет. Боковые зеркала окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с четырьмя кнопками. Система бесключевого доступа не предусмотрена. Ручки дверей декорированы хромированными вставками. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери водительское место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах и декорирован вставками под темное дерево. Рулевое колесо многофункциональное, с кожаной отделкой. Обивка сидений кожаная. Водительское сидение оснащено механической регулировкой по высоте. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки старт-стоп. Автомобиль оснащен цифровой панелью приборов. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Указатели поворотов. Левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащен галогенными фарами. Передние протитуманные фары не предусмотрены. Передний парктроник не предусмотрен. Передний бампер декорирован серебристым молдингом. Задние стекла безоводской тонировки. Двери снизу декорированы серебристыми молдингами. Клирос автомобиля составляет 171 мм. Задний бампер снизу декорирован серебристым молдингом. Задние фонари светодиодные. Задние протитуманки расположены по бокам заднего бампера. Возвращаемся в автомобиль. На водительской двери находятся кнопки управления центральным замком. Рядом расположен блок электрических иглировок «Боковый зеркал». Система электроскладывания «Боковый зеркал» не предусмотрена. Далее на двери находится блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с доводчиками. Регулировка корректора фар. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Автоматический режим не предусмотрен. Кнопки справа на руле отвечают за выбор информации, выводимой на панель приборов. На панель приборов можно вывести информацию маршрутного компьютера, данные мультимедийной системы или телефона, информацию о давлении в шинах и настройке автомобиля. Кнопки слева на руле отвечают за управление круиз-контролем. Круиз оснащен функцией лимитатора скорости. Дефлекторы системы вентиляции расположены сверху передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 12,3 дюйма. В составе акустической системы 6 динамиков. Встроенная навигационная система не предусмотрена. Мультимедийная система поддержит радио в диапазонах FM и AM. Мультимедийная система поддержит Bluetooth-аудио и присоединение внешних устройств через разъемы USB. Мультимедийная система поддержит функцию Easy Connect. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Мультимедийная система поддержит Hands-Free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Можно менять громкость или менять радиостанции. Также можно управлять мобильным телефоном, подключенным по Bluetooth. Климат-контроль двух зон и включим систему с помощью кнопки авто. Кнопки регулировки интенсивности обдува. Управлять климатом можно с помощью физических кнопок или с помощью графики на дисплее. Кнопки регулировки температуры с водительской стороны. Регулировка температуры с пассажирской стороны осуществляется с помощью графики на дисплее. Кнопка синхронизации синхронизирует передние зоны климат-контроля. Кнопка мод отвечает за выбор направления обдува. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Кнопка отца отвечает за включение кондиционера. Кнопка включения электробогрева заднего стекла и боковой зеркал. Подогрев передних сидений включается через меню на дисплее. Подогрев двухрежимный. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. На потолке расположено освещение для водителя и пассажира. На потолке находится очечник. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. Бокс с охлаждением. Подстаканники расположены в центральном тоннеле. Бардачок с подсветкой отделан пластиком. Под центральным тоннелем расположена розетка на 12 вольт и два USB разъема. Слева от руля находится дополнительный бардачок. Кнопка отключения системы стабилизации. Кнопка отключения системы помощи при движении по склону. Драйв мод. Система приключения режимов движения. Водитель может переключаться между режимами комфорт, эко или спорт. Выбранные режимы движения отображаются на приборной панели и на экране мультимедийной системы. Ручной тормоз электрический с функцией автохолд. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач автоматическая, шестиступенчатая. При включении задней передачи активируется задний парктроник и камера заднего вида. Управление осуществляется с помощью джойстика. Режим паркинг включается отдельной кнопкой. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Теперь перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Салон в багажнике отделен шторкой. Заднее сидение без центрального подлокотника. В спинках передних кресел предусмотрены карманы для вещей. Для пассажиров заднего ряда предусмотрены отдельные дефлекторы системы вентиляции. Задние сидения оснащены двухрежимным подогревом. Снизу расположены два USB-разъема. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается полностью. На потолке на дверью находятся освещение и ручка. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 378 литров. Боковины багажника отделаны пластиком, а пол – ворсом. Под полом в багажнике расположено запасное колесо и набор инструментов. Для сложения спинки заднего сидения необходимо потянуть за рычаг. Сидение второго ряда складывается в соотношении 60 на 40. При сложении сидения образуется ступенька. Для закрытия багажника предусмотрена ручка. Ключок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объем топливного бака составляет 58 литров. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью двух пневмоупоров. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный, бензиновый, трехцилиндровый. Объем 1,5 литра с отдачей 177 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели кроссовер Geely Atlas Pro в комплектации Comfort. С бензиновым мотором объемом 1,5 литра турбо, с передним приводом и с автоматической коробкой передач. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге DROM. Ссылка в описании к видеоролику. Благодарим за помощь съемка в дилерский центр автоспеццентр Geely Дубровка. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие бы еще машины вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч! Продолжение следует...